21 сентября 2010 года была создана общественная организация Независимый центр по защите прав человека У истоков стояли три юриста-правозащитника Сергей Романов, Абдурахмон Шарипов и Шойра Довлатова Над названием организации думали недолго Защита прав человека является ключевым словом А Независимый центр исходила из идеи независимости Обращения в защиту прав человека В коллективе общественной организации Независимый центр по защите прав человека Работают специалисты из числа юристов, адвокатов, журналистов, волонтеров И стажеров, которые специализируются по вопросам защиты прав человека И правозащитной деятельности Юбилейный год, наверное, это один из самых важных Потому что нужно подвести итоги И нужно готовиться ко второму десятилетию Не имя характеризует организацию, а дела создают ей имидж Работа организации – это обычные будни людей, защищающих права человека Сейчас Независимый центр по защите прав человека работает в трех направлениях Борьба с пытками и безнаказанностью в Таджикистане Это работа с жалобами на применение пыток Бесчеловечное или унижающее достоинство обращения В отношении граждан со стороны должностных лиц Другое направление – юридическая защита представителей СМИ И доступ к информации Юристы организации предоставляют юридическую помощь И защиту представителям СМИ Это устные и письменные консультации Правовое обеспечение доступа к информации Юридическое сопровождение журналистских расследований Третье направление – это право на достаточное жилище Понятие, признанное в качестве части права на достаточный жизненный уровень Во всеобщей декларации прав человека 1948 года И в Международном пакте Об экономических, социальных и культурных правах 1966 года Данное право гарантируется в конституциях государств И обеспечивается в национальной судебной практике Проблема сноса жилья И принудительного выселения граждан по всему Таджикистану Уже несколько лет является одной из самых острых Юристы НЦЗПЧ защищают права граждан Которые подверглись принудительному выселению В связи с изъятием земельных участков Для общественных и государственных нужд Проводят консультации и представляют интересы граждан в суде Организация имеет свой веб-сайт Который доступен на трех языках Русском, таджикском и английском И свои странички в социальных сетях На этих ресурсах можно получить полную информацию О работе организации Десять лет назад Когда мы с моим коллегами и другом Сабдурахмом Шариповым Создавали организацию Независимый центр защиты прав человека Мы тогда думали о том Что будем, конечно, заниматься вопросами Связанными защитой прав людей Которые будут подвергались принудительным выселениям Но впоследствии, когда мы уже образовали организацию То поняли, что также будем заниматься вопросами Связанной защиты жертв пыток И вопросами связанной защиты прав журналистов Конечно же, хочу сказать большое спасибо Всем тем, с кем я работал в то время Это было замечательное на самом деле время И коллективу организации, которая сейчас работает Я хочу пожелать успехов, удачи ребятам Здоровья, терпения и всего наивучшего Сегодня в Душамбе реализуется генплан В соответствии с которым Началась реконструкция домов по улице Айни И проспекта Рудаки В 2018 году настал черед и дома Известного как Книжный мир На месте которого компания Шахризи Боэмо Запланировала построить высотный жилой дом Часть жителей дома не согласна с условиями Которые предлагали представители компании-застройщика И они обратились в независимый центр По защите прав человека Многие из них изначально, в самом начале Совершают ошибки эти застройщики Они не учуты того, что люди уже стали грамотными Мы знали, были уверены, что все равно этот дом снесут И не надо было спорить, писать, плакаться Что вот старые дома сносятся Нет, раз генеральный план принят Я согласен с этим, что все, сносится, будет новостройка Но они пришли, как вам сказать Сначала пришли непонятные люди Без удостоверений, без документов И стали как-то высокомерно говорить жителям Адвокат Абдурахмон Шарипов Помог составить нам исковые заявления В суд, в прокуратуру, в городскую мэрию И после этого Шахризи Боэмо Предоставила нам свои условия компенсаций При правовой помощи общественной организации Независимый центр по защите прав человека И поддержке представителей Хукумата Столичного района Шохмансур Стороны пришли к взаимному согласию В индивидуальном порядке Вы знаете, в итоге компания выкупила ту квартиру Которая нам понравилась И уходя, мы искренне сказали Вот пусть эта земля принесет вам богатство По-нашему, как под Натажиксон, на Сипкунат Тем соседям, которые пожелали ждать окончания стройки Выплатили компенсации на съем квартир Те же соседи, которые хотели равноценные квартиры Их тоже удовлетворили их просьбы Что касается нашего случая То нам была куплена равноценная квартира В которой сейчас мы находимся Мы очень рады, что эта ситуация благополучно сложилась Что очень благодарны Центру по защите прав человека Что они посодействовали нам в разрешении этой ситуации С 2012 года организация является членом коалиции гражданского общества Против пыток и безнаказанности в Таджикистане В 2016 году организация была выбрана координатором медиагруппы Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане В этом же году Центр стал членом сети организации гражданского общества По верховенству закона и доступа к правосудию В 2018 году была инициатором создания сети Центральной Азии По праву на достаточное жилье И в данный момент является координирующей организацией в этой сети В которую входят правозащитные организации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана Хочу пожелать и Шайрахуан, и всей ее команде только удач И чтобы Таджикистан процветал так же, как и сегодня И наша дружба все больше крепла С 2019 года является членом коалиции гражданского общества По противодействию коррупции в Таджикистане В свой юбилейный год организация подала заявку на членство в ЮН Хабитат Организация активно занимается правовым просвещением Школу НЦЗПЧ прошло много молодых адвокатов Студентов-старшекурсников и волонтеров Которые добились значительных успехов Нас научили учиться, чтобы учить других Нас научили получать новые знания и применять их Нас научили не успокаиваться даже после получения красных дипломов ПИФАКа и сертификатов Медиа Академии В Независимом Центре по защите прав человека Нас научили не останавливаться на достигнутом Нас научили делиться тем, что мы умеем Со всеми, кто обращается к нам за помощью В начале 2018 года Министерство образования и науки Утвердило правила поезда к сотрудникам сферы образования и науки Преподавателей, школьников и студентов В командировки или на обучение за границу Независимый Центр по защите прав человека Инициировал обращения представителей гражданского общества В Генпрокуратуру Республики С несогласием принятого положения О поездках за границу школьников и студентов Которые не имеют доступа к конфиденциальной информации В сентябре того же года Генеральная прокуратура Опротестовала это решение Минобернауки Оно было отменено, а взамен приняты правила Рекомендательного характера Несколько общественных организаций Таджикистана Обратились с требованием отменить распоряжение Антимонопольной службы О повышении стоимости услуг интернета И внутрисетевых звонков мобильных операторов Инициатором этого обращения Был Независимый Центр по защите прав человека По предложению партнеров из центрально-азиатских стран В рамках работы сети Центральной Азии По праву на достаточное жилище Центром было инициировано обращение Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мерзиёеву Относительно вынужденного выселения граждан в Узбекистане В результате были выплачены соразмерные компенсации И Президентам Узбекистана были отменены Несколько нормативно-правовых актов По инициативе юристов и адвокатов Для защиты прав интересов вынужденных выселенцев и переселенцев При реализации генпланов городов Были внедрены международные стандарты По предоставлению нового жилья Взамен сносимого на территории прежнего проживания Как член Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане Центр внес вклад в появление статьи 143 примечания 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан А также в разработку и принятие инструкции о задержании Центр помог тысячам граждан, которые обратились за помощью За весь период работы в приемной организации за получением правовой помощи Обратилось 5000 человек Из этих обращений по 200 делам было обеспечено участие адвокатов в различных судебных инстанциях Подготовлено 10 тысяч обращений в различные государственные и международные организации За 10 лет было подготовлено 2000 публикаций в СМИ и телерадиопередач на правозащитную тематику Организация подготовила 25 медиа-юристов В повседневной жизни права граждан часто нарушаются, но их можно и нужно отстаивать в суде В этом убеждены юристы организации Главное, чтобы сограждане поняли, что у них есть права и они должны соблюдаться Жительницы Харога Татьяна и Зинаида Абдалбековы почти два года боролись за получение равноценного жилья взамен сносимого В мае 2017 года наши дома пошли под внос, где должны были построить 12-этажки Нам выделили однокомнатную квартиру, хотя изначально у нас была двокомнатная квартира Мы жили там вдвоем с сестрой Татьяной и тремя моими детьми Но мы как бы не согласились на это Суд первой инстанции принял решение в пользу ответчика и удовлетворил безальтернативное выселение Абдалбековой Тогда нами было принято решение обратиться в областной суд для отмены решения суда первой инстанции Кассационная инстанция также оставила без удовлетворения нашу просьбу Мы обратились к тогдашнему председателю области с тем, чтобы он нам выделил двухкомнатную квартиру Но, к сожалению, он нас не услышал После полутора лет судебных тяжб при поддержке НЦЗПЧ Абдалбековым была выделена соразмерная жилищная площадь После смены руководства области местные власти согласились с нашими доводами И выделили Абдалбековой двухкомнатную квартиру согласно нормам жилищного кодекса Наша организация работает давно вместе Мы реализуем различные проекты по различным направлениям прав человека Также, пользуясь случаем, я хочу поздравить наших коллег с юбилеем 10 лет Пожелать им удачи, здоровья и успехов 30-летний Исмунбой Бобоев жил в России и получил гражданство этой страны В феврале 2010 года он приехал в Таджикистан навестить своих родителей И хотел забрать дочь, которая у них гостила 19 февраля днем около главной мечети города Исфара Молодой человек был задержан сотрудниками РУБОП по Сагдийской области Фердавсом Шакировым и Манучехром Акбаровым Исмунбой был доставлен в здание РУБОП по Сагдийской области В тот же день молодой человек скончался в служебном кабинете 10 марта 2010 года была произведена первая судебно-медицинская экспертиза Согласно которой причиной смерти называлась механическая асфиксия В следствии западения языка При этом в заключении не была дана оценка причин асфиксии По требованию отца Исмунбоя, Джурабоя Бобоева Были проведены эксгумация и повторная экспертиза Результаты которой показали, что Исмунбой Бобоев Умер от электротравмы, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности Что бесспорно доказывает факт применения пыток и смерти в результате жестокого обращения Расследование дела возобновлялось и приостанавливалось 7 раз И по данному делу, по прохождению всех механизмов защиты прав человека в национальной законодательстве Было составлено обращение в 2012 году направлено в Комитет ООН по правам человека Данное обращение было рассмотрено и в 2017 году было в отношении Республики Таджикистан вынесено рекомендации ООН И факт применения пыток в отношении Бобоева был признан И государство было обязано возобновить это дело и расследовать В 2018 году в НСДПЧ поступило сообщение из МВД о том, что данное уголовное дело приостановлено 25-летний житель Куляба Файзали Латипов, как и сотни тысяч других граждан, ежегодно выезжал на заработки в Россию В феврале 2018 года, по требованию сотрудников УМВД Куляба, Файзали был приглашен в Таджикистан для дачи показаний по уголовному делу в отношении Аваза Юсупова Файзали приехал и его задержали Родственникам ничего не разъяснили и они заподозрили применение в отношении Файзали пыток Единственный день был за меня сообщили в справедливость МВД, который в Курва Юрсула В январе года года мне вопрос, что такое и что такое? и первый год им вернулся в Сурию Я не звоню. Я звоню, я звоню. Я звоню. Я звоню, звоню. Я звоню. Я звоню, я звоню, что я не знаю. Я звоню, что я звоню. Мы звоним. Я звоню. В Москве, в год за один год, с маршем ягодил больницу. Сестра Файзали, Умрия, обратилась за правовой помощью в независимый центр по защите прав человека. При вступлении в дело и рассмотрении материалов мы установили, что действительно Файзали Латипов был произвольно задержан, и его уголовное дело рассматривали следователи ОМВД по Фархорском району. О фактах, предположениях совершения пыток обращались в Генеральную прокуратуру, прокуратуру Хатлонской области и прокуратуру по Фархорскому району. Однако все наши обращения были переданы впоследствии с уголовным делом в суд по Кулябскому региону. И в ходе рассмотрения судебного следствия, когда все доказательства были исследованы, суд принял решение о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование. И в ходе дополнительного расследования за недостаточные доказательства уголовного дела в отношении Файзали Латипового было прекращено, а Файзали Латиповый был освобожден из-под стражи. 20 марта 2012 года в редакцию газеты «Фараж» позвонили из суда столичного района Исмаили Самани и сообщили об исковом заявлении Файзидина Азизова. В основе судебного спора была статья под названием «Ужас в суде района Рудаки. Мерседес теперь стоит 22 тысячи долларов», опубликованная 17 августа 2011 года в газете «Фараж» на основе судебных актов. В статье рассказывалось, что в 2011 году «Мерседес» под управлением ИСЦА был поврежден в результате ДТП с участием другого автомобиля. Суд района Рудаки, рассмотрев жалобу Азизова, оштрафовал водителя другой машины на сумму 22 тысячи долларов США. Азизов в своем иске обвинил еженедельник в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации и потребовал компенсацию в 500 тысяч самани. Редакция газеты «Фараж» обратилась за правовой помощью в независимый центр по защите прав человека. Судебный процесс показал, что роль взаимодействия средств массовой информации, журналистов с правозащитными организациями, приводит в результате к судебной справедливости. Худжанд – административный центр Сагдийской области на севере Таджикистана. Второе повеличение город-республики, генплан которого был утвержден в октябре 2010 года. Пять лет спустя было принято решение о строительстве по проспекту Рахмона Набиева на месте частной жилой застройки 12, 14 и 16 этажных жилых домов. Компания-застройщик данного объекта ООО «Хуснуро-1» принадлежит китайскому инвестору, а сам проект «Долгострой» получил название «Чайна Таун». С 32 собственниками были заключены договора. Их дома снесены. Но уже более 4 лет строительство этого жилмассива так и не началось. Жители продолжают ютиться на съемных квартирах. В начале 2019 года мэр Худжанда Маруф Мухаммад Зуда на пресс-конференции заявил, что строительство начнется в марте. Он даже встречался с жителями снесенных домов. Но строительство так и не началось. Согласно договоренности, первые жилые дома комплекса должны быть сданы к середине 2020 года. Но до сих пор на месте грандиозной стройки не вырыты даже котлованы. Затягивание стройки серьезно беспокоит людей, которые лишились жилья. Будем ждать только, когда закончится строительство. Будем ждать, когда мы переедем уже в свои собственные квартиры. Неудивительно, что со своей проблемой они стали обращаться в различные государственные инстанции. Жители этих домов до сих пор остаются без жилья. Хотя в настоящее время Ухмад города обещает построить новостройку и предоставить гражданам там жилье. Сотрудник отдела милиции города Яван Машраф Алиев в 2012 году задержал 17-летнего Хушвакта Каюмова, подозревая его во взломе ларька и краже мобильного телефона. Чтобы добиться признания, инспектор избивал задержанного и угрожал ему расправой. Опасаясь повторения пыток, Хушвакт попытался повеситься. По словам Махмадсаида Каюмова, отца Хушвакта, в прокуратуре его сын рассказал, что участковый избивал его и заставлял взять вину за преступление, которого он не совершал. По словам Хушвакта, участковый запугивал его со словами «Сегодня я бью тебя один, завтра тебя будут бить 200 милиционеров и будем пытать тебя током». Согласно материалам медицинского обследования, во время избиения Хушвакту повредили почку. Установили это после того, как он попал в больницу, и была сделана необходимая операция. Сейчас он старается не вспоминать прошлое и не говорить на эту тему. Милиционер, который применял пытки в отношении несовершеннолетнего, был осужден судом Яванского района к 7 годам лишения свободы. В отношении МВД был подан гражданский иск о взыскании морального вреда на сумму 38 тысяч самони. Однако суд удовлетворил иск всего лишь на 2 тысячи самони. Независимый Центр по защите прав человека тесно сотрудничает с исполнительными органами Государственного управления столичных районов, проводя обучающие семинары для представителей махалинских комитетов по теме государственных гарантий защиты жилищных и имущественных прав. Основная цель совместных мероприятий – усовершенствование навыков и повышение квалификации, обмен опытом активистов и руководителей органов общественной самодеятельности по вопросам права на достаточное жилище. В наших дальнейших планах на второе десятилетие достойно его встретить и продолжить правозащитную деятельность. Всех друзей, коллег и партнеров поздравляем с днем рождения. Будем дальше защищать права человека. Мы готовы к сотрудничеству. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok